всем большой большой привет всем привет сегодня у нас очередная порция видео говорить о стереотипном мышлении не настина развивашки а уже настина болталки просто да поболтаем нет ну что через наши болталки люди развиваются такова на филе мы сами становимся чуть лучше да мы хотели начать это видео с десяти шикарнейших заповедей черногорца и потом я думаю от них перейдем это больше для туристов ты думаешь они все такие слушай я думаю что нет и ну как бы даже я бы сказал так из тех черногорцев кого я знаю более-менее лично большинство вообще ни разу не такие но мне так повезло но мне кажется это прикольно что у них есть эти заповеди и они любят на везде писать и потом с этими тебя покупаешь кружки с этими заповеди но мне кажется в этом есть что-то раз они это написали значит это иметь ну в первую очередь у них есть ежегодное соревнование по лени когда человек не встает как можно дольше и кто не встанет по моему только в туалет раз по моему в пять часов или в три часа в туалет читать нельзя ничего ничего взять просто лежишь просто лежать в этом году выиграла женщина 300 евро получила и по-моему она как раз 300 часов и пролежала не что-то очень много не за много 2 после нее ну через пять минут за пять минут она она на пять минут дольше пролежала чем далее так лучше поехали 10 заповедей черногорца это даже картинка такая значит человек родился устал и живет чтобы отдохнуть я как алена сказала им не надо в современном мире учиться отдыхать и ничего не делать гадитировать они родились с этой особенностью с этим умением так люби кровать свою как себя самого это моя любимая это я могу где-то где-то глубоко в душе отдохни днем чтобы ночью ты мог поспать так не трудись работа убивает ну это прям как это да в колхозе больше всех трудилась лошадь но она не стала кем-то мне кажется сейчас будет в тему когда ты расскажешь про историю слушаний а я оставлю истории слушаний ну ладно расскажу самое интересное что вообще меня в этой истории не было мне рассказывал муж потом значит брат ой брат моей сестры муж моей сестры но я не разрешаю эту историю рассказывать своему мужу потому что он рассказывать не интересно в двух словах я вам расскажу и в красках а значит но как любая история в российской действительности начинается был прекрасный вечер было много выкидок и в итоге было решено поехать на это я даже помню было решено поехать охотиться нет было так сказано поехали поохотимся народа что-то собрался куда мы укатили ночью было 2 часа ночью укатили как потом я выяснился охота и себя представляла это мы отдыхали в деревню еще поехали на похороны моей бабушки но так весело прожили время в тему хэллоуин кстати да и но они в итоге приехали в поле и в поле они стреляли по зайцам в итоге когда видать все пули из какого-то ружья наверно из чего-то я не знаю я уже не помню зайцами здесь не пострадали только лучше но они говорят да что они так быстро бегали что было невозможно короче говоря шли они обратно уже нет они сели в машину какой-то там старый вообще уазик или фиг знает что поехали обратно машина сломалась они там что-то в ней покопались все она сдохла поехали идут пешком смотрят мужик едет на повозке с лошадью не знаю что делать три часа ночи в поле но да бог с ним он говорит ой мужик довези нас он говорит да садитесь а их человек семь да садитесь они говорят сели и федя говорит ну вообще нас много лошадь то твоя довезет нас а там километра два ехать он говорит знаете ребята у меня лошадь ого-го и в этот момент лошадь на бок и сдохла просто просто ровно последний раз дергнула и все каюк ей а была в черногории то жила бы еще так что да у меня история есть с транспортом тоже прикольная с транспортом с транспортом но мы как-то с мужем и я говорю уже встречаемся очень с раннем возрасте вот он было 16 нужен мог ездить на мотоцикле мне соответственно 14 у него родители из дома уехали у меня родители я пила у своих родителей ликера пол баночки мы сейчас к нему приедем по ночуем и вот ели у него мотоцикл сдох посередине пути у нас мы в одном городе жили мы ехали полчаса цепь отпала в общем я не знаю почему мы никому не обратились не к моему папе никому не подзвонили потому что мы боялись что подумать что мы ехали к нему ночевать ну то есть чтобы никто не узнал и мы стали толкать этот мотоцикл с коляской вдвоем через весь город и у нас есть такая ложбина вот такая и там в этом самом центре стояли гаишники и муж говорит будущее мы в 16 лет он говорит сейчас разгоним мотоцикл а когда мимо полицейских бомбий мы каски надеялись чтобы они нас не остановили почему я вообще не понимаю что у нас было в голове в общем мы разогнали мотоцикл одели каски со спущенной цепью на мотоцикл проехали на горку остановился мотоцикл и мы вылезли и сняли каски и начали вот только шмак когда мы приехали до дома нам уже было ни для ликера ничего мы просто вот так вот легли потому что ликер надо было в середине пути конечно вот после гаишников то да вот кстати в теме твоей истории следующий заповедь нет ну да может быть в этом если видишь что кто-то отдыхает помоги им это тоже мне кажется мне потом папа спрашивает почему вы мне не позвонили и я думаю я не знаю мы решили такой челлендж потом это не была бы такая прикольная история чтобы просто папе он все проблемы решил я думаю когда такие истории происходят ты думаешь она произошла для того чтобы потом ее об этом кому-то об этом рассказывать кстати такая история с тобой даже есть это какая про детей а вот про черногорцев кстати кстати слушай мы расскажем эту историю она крутая делай меньше и только то что можешь а то что а и то что можешь перепоручи другим в тени деревьев спасения от отдыха еще никто не умирал господи они просто мудрые люди да работа приносит болезни не умри молодым так когда случайно захочешь поработай сядь подожди увидишь это пройдет слушай прям про Борю у меня когда видишь когда видишь место где едят и пьют присоединяйся когда видишь место где работают уходи чтобы не мешать мне кажется это писали мужчины про мужчин потому что когда мы только приехали в Черногорию мы поехали к нотариусу в Котор идем и во всех кафешках сидят черногорцы мужики утром пьют кафе и болтают болтают это у них такая еще иногда раки попивают с кафой вместе думаю что никто не работает что ли заходим к нотариусу там 6 женщин как пчелки чик-чик-чик-чик-чик-чик бегают я говорю вот кто у них работает и такие да а кстати есть такой стереотип о черногорцах что женщины у них работают больше и я даже прочитала что это идет со времен это что вроде как сельская была страна сельхозугодия тут я не знаю где их тут правда много но на севере наверное И что, вроде как, вот женщинам приходилось действительно много работать, ну, там, корова, я не знаю, огород, ещё что-то. А что мужики тогда делали вопрос? Ну, я сколько вот слышала всего, у них сын рождается, они все рады, дочкам даже никого не поздравляют, по-моему. Не могут даже скрывать, да, даже до сих пор. У него, допустим, два сына и дочь, он может сказать, у меня два ребёнка. Ну, это совсем такие щи-щи. Да, совсем такие. То есть я разговаривала тут вот с учительницей из нашей школы, она местная, у неё папа вот как раз с севера, и он говорит, маме помогает по дому, и всё уже как европейский мужчина, но когда они едут к нему домой, к его родителям, он говорит, пожалуйста, там меня ничего не проси делать перед ними, да, чтобы вот ему не было стыдно, понимаешь? Нормально вообще. То есть там прямо вот такое устройство, что женщина всё делает, а мужчина – это король просто. Ну да, да, да. Но у них же есть такое, что страна вообще… Патриархальная. Патриархальная, правильно, да. И что-то ещё хотела сказать? А вот у меня маникюрец была девушка, сербка, она была замужем за черенгурцем, она просто с двумя маленькими детьми убежала от него, потому что ей не надо было не только для своей семьи всё делать, но и для его мамы. А, не знаешь, как у них есть деление? По-моему, старший сын, какой-то вот то ли старший, то ли младший сын должен содержать родителей. Я только забыла, какой. Я вот люблю все истории с местной послушной, но память у меня как у пчёлки, поэтому я забыла. В общем, какой-то сын, наверное, младший, должен содержать свою маму, и поэтому они и очень хотят, чтобы был сын. Дочь, понятно, ушла куда-то всё, и забыли про неё. Ну, это мы говорим, наверное, действительно про деревню, где ещё патриархальный склад, потому что вот здесь уже более-менее... Слушай, ну я даже только говорила со своей хозяйкой, и я её спросила, я говорю, я тут читала или где-то слышала, что если даже вот женщина идёт, не знаю, там на кофе с подругами, ей надо спросить разрешение у мужа. Она сказала, что есть такое, может быть. Говорит, ну не у всех, говорит, но есть у неё среди её подруга одна, которая, говорит, вот её, если ей муж не разрешит, она никуда не идёт. Ну, тут видно, что мужики такие все брутальные, и вот, например, в столице очень много социальных плакатов про домашнее насилие, потому что они, раз их так воспитывали, что он прав во всём, да, а женщина не права изначально, то это, конечно, грустно. Да, да. Мы сами жили на прошлой квартире, вверху там он иногда свою жену таскал. Я даже не знаю, что делать, вроде как ты гость в этой стране, он тут... Слушай, ну он там такое-то, мне кажется, прибьёт, я даже не заметил. Да, да. Случайно. Я убила случайно, я не заметила, что там были люди. И как раз можно перейти к этой истории. А сейчас, кстати, ещё главный стереотип о черногорцах, но который, кстати, является правдой, что они очень высокие, у них средний рост, по-моему, у мужчин метр восемь шесть, а у женщин что-то там метр восемь шесть. Огромные. Да, и это правда. Это самая высокая нация в мире. Они и голландцы, по-моему. Да, кстати, у меня у старшего сына очень длинные ноги, и ему все штаны малые. Я думаю, черногорцы же где-то всё это покупают, надо узнать. У них вообще, рядом с ними на кассу стоишь, думаешь, господи, дядя Стёпа. Да, не, ну правда. Ну и тут ещё мышление такой больше, наверное, мы пережили это в России в девяностые годы. Да, 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 это естественно. Как будто немножко назад возвращаешься. Да, когда мы сюда переехали, вот, например, история. Мы с Настей из большой компании, с её детьми, с нашими детьми поехали на пикник. Второй весной, наверное, да, было это началось? Это был, конечно, самый крутой вообще эпизод здесь со всех это время. И пока мы взрослыми на море сидели, болтали, разговаривали. Это было очень приятно. Мы сидели, смотрели, думали, ой, вообще класс, класс. Дети тебя не беспокоят, но это и надо было насторожиться, что делали наши дети. Да, а это было, по-моему, не сезон. Да, да, начало весны. Да. И там было летнее кафе с такими деревянными столбами. Но оно было закрыто, то есть там вообще... Там не было никого, и наши дети взяли какие-то камешки и на этих столбах писали разные слова. Ну да, короче, попортили имущество. Ну ладно бы мы встали бы да пошли. Там был тот, кто следит за этими. Там были камеры, которые привязаны к телефону владельцев. В общем, прибежал человек, который следит, сказал нам, так вот, проблема, я позвонил своему гостю, это хозяину. Сейчас приедет, ждите. Мы такие, вроде, что такого, давай тебе там 50 евро дадим, и сколько хотели? 50 евро, не знаю. Нет, 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 видно, что он весь испуганный. Нет, 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 сейчас приедут хозяева, ждите. Приезжают. Я вверх был не так. Они говорят, ой, он там дома с семьей, ему нужно отрываться от этого обеда с детишками. Приедете там через час, к примеру. Мы говорим, ну мы вон пошли там на соседний пляж, причем, по большому счету, вообще могли взять и уехать, кстати. Мы могли. Ну мы как правильно сказали, мы будем на соседнем пляже, пусть приходят туда. Вот, и что там как было-то в итоге? И пришли два таких братка. Ну прям такие вкачки. Причем, это наши мужья вот так стояли, а эти просто над ними вот так, они просто огромные были. И по-английски что-то лопатали. По-английски, да, да. Пришли, им все популярно объяснили, значит, что нужно заплатить не только за испорченную мощь, но и за их потраченное время, за бензин и так далее. А это ли они из бара? А это было. А я пыталась встрять на английском, и вот так. И один мужик из них такой говорит, обращаясь к моему мужу, говорит, это что? Вообще тут разговаривают? Мы тут с тобой? Типа, скажи этой женщине. Нет, успокойся, как свою женщину. Успокойся, как разговаривают. Мы такие мамочки ушли, значит, они не начали там разговаривать. Ну, в итоге наши мужья. Во-первых, они очень, кстати, очень спокойны, аккуратны, не то, что с наездом, я думаю, сейчас пройдет, сейчас будет. Нет. Но запратили они, что-то, по-моему, 350 евро. 150. Нет, 150 это мы были готовы дать. А они запросили, по-моему, что-то, мне кажется, больше. Ну, 150. Это мы за 150 евро там два часа торчали, да, ладно, мы не могли. Ну, 150 это не маленькие, если мы хотели 50. Мне кажется, я вообще решила про 300, я еще обалдела, потому что была разница нормальная. Нет? Я уже сейчас не помню, но, я не помню, 300 мы заплатили или 150, но мне помнится, что 150. Но дело в том, что наши мужья интеллигентные люди, они, естественно, понимали, что тут по-другому нельзя. Но вот ты сказал Феде, говорит, это такая игра, нужно было договориться. Ну, то есть, как бы, эти говорили, нам нужно больше, эти говорили, нам нужно меньше. В общем, они там час решали, как-то так вот расходились, потом сходились. Но в конце нашим мужьям дали сдачу 20 евро. Ты тоже не умеешь рассказывать историю, я смотрю. Давай, расскажи. Они договорились на какой-то скидке, причем не сильно. Ну, допустим, мне кажется, может быть, 200. Мне кажется, мы в итоге скинулись по 150, нет? Короче, не помню. Ну, допустим, ладно, за 200 евро нам сказали, ладно, 200 уходить, значит. Мы там пошли, значит, сложили деньги. Пособирали деньги. Да, значит, и Саша пошел им отдавать. И почему-то они к машине шли, я не помню. И в конечном итоге этот, допустим, главный, который дает Саше 20 евро или 30 евро сдачу, вы так грамотно вели беседу, это вам сдача. Мы еще заработали. Смотрим, что не наезжали, видимо, не ругались. Им еще дали сдачу. Вот, то есть, стереотипы такие, что тут есть братки, которые решают вопросы. И это даже приехал не хозяин, по-моему, это приехали те, кто, типа, крышу. Да, 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 вот в чем была фишечка. Вот у нас такая история с местными черногурцами. Но вообще надо сказать, кстати, о стереотипе. Я не знаю, правда, есть ли такой стереотип где-то на просторах интернета, но это правда. Здесь, если вы даете кому-то взятку, вам дают сдачу. Если вдруг у вас нету, мелочи. Потому что 20 евро у них можно принимать в подарок. Да, у них есть закон, что все, что свыше 20 евро, это уже можно расценивать как взятка. А то, что ниже, это вроде как подарок. Поэтому, если ты замечаешь, они встанее больше 20 евро берут взятки, на дороге, там, гаишни, мы про все рассказываем. Да, мы как-то ездили в Боснию с друзьями, они взяли, им нужна была крутая машина на прокат, и в прокате не было таких машин, и они у кого-то, у знакомого попросили дать там машину. И, соответственно, не было документов с проката. Но все было в порядке с документами. И боснийцы прикопались и сказали, мы вас не пустим. Все такие уже, ну дайте нам на чай. У нас там Леша дает 50. Они такие, о, много, на тебе 30 сдачи. Поэтому они дают сдачу, потому что вот, если тебе вдруг придется где-то тут кому-то что-то подмаслить, тебе дают сдачу. Вот можно иметь в виду, можно не бояться дать крупные купюры, они разменяют, если что. Я бы хотела еще сказать, что вот действительно Настя читает эти заповеди, или мы там говорим с другими людьми, но их не больше, думаю, 15-20%, если взять от всей нации, потому что они же тут и строят, и работают. Строят плохо? Ну все равно строят. Ну как-то строят. Вот они тут по заповедям строят. Ну я знаю некоторых мужчин, которые очень такие европейские, трудолюбивые и так далее. Нет, есть таких, их много, кстати, да. И вот когда я изучала этнографию и этнос, я спрашивала своих студентов про русских. Вот что вы считаете, кто такой русский? Как вы могли бы объяснить другому человеку, чем русский отличается там от нерусского и так далее? Я получила, у меня, по-моему, не было ни одного вообще встречающегося одинакового ответа, потому что кто-то писал, в душе русского какой-то медведь, который идет там, ну поэтические какие-то образы. Кто-то написал русский, значит пьяный, но это написал татарин. Ну в общем, в таком духе. И я им хотела объяснить, что несмотря на такое встречающееся мнение, что есть менталитет нации, это на самом деле заблуждение, многие психологические школы пытались различными научными способами узнать характер народа, и выяснялось, что от сил можно 15-20% людей с общими характеристиками выделить, потому что все мы индивидуальны. То есть вот что в нас русского, Настя, нас вот с тобой объединяет по теме русскости? Язык. Язык, да. Язык. В общем-то, по большому счету, все. Да, то есть если сказать... То есть у наших детей уже другой язык объединили. Да, что все русские гостеприимные, но это неправда. Все русские пьяницы, это далеко неправда. Ну то есть про немцев у нас, например, есть стереотипы, да, какие немцы, что они пунктуальные. Там, как Настя, мы когда обсуждаем, мы говорим, страшные. А я ей привела сразу пример, что мы в Хорватии были с Сашей в сауне, и зашли два немца, пара, мужчина с женщиной. Пара так рассеялась, они голые туда зашли, и были очень даже симпатичные, а я про то, что немцы ходят в баню голые, и это не стереотип, это их... Ну да, закон. Да, мы про все нации можем, какие-то примеры, да, евреи умные, хитрые, там англичанин, сноб, там, я не знаю, но на самом деле там есть куча разных... И то, смотри, у нас в школе куча англичан, учителей, ну и что-то скажут, что они снобы, нет? Нет, они все разные, да, очень разные, поэтому... Сноб у нас был, кстати, швейцарец. Ну это, опять же, только внешнее его восприятие, потому что он может быть другой, ну то есть, если его по-русски напоить, он мог бы раскрыться, возможно. Вот про татар, я думаю, опять же, что-то вот женщина-хозяйка татарская, очень там гостеприимная, сразу кучу еды, и наставит, и так далее, но я думаю, что есть женщина, которая не любит это делать в татарском обществе, поэтому... Вообще, понятие стереотипа, по сути, это такое, что-то... О чем мы говорим, но что, по сути, наверное, вообще даже не существует. Да, это существует еще только в нашей голове. Да, да, сами себе были какие-то ограничения насчет какой, допустим, нации, да, или какого-то народа, но это не значит, что это правда для всех. Да, есть хитрые евреи, есть хитрые немецы, есть хитрые русские, есть хитрый черногорец. Так же, как и с пьяницей в каждой, да, и так далее. Ну, какие черты вот нас всех могут объединить, если вы вдруг найдете... Есть одна большая черта, мы все живем на этой планете, а значит, надо быть терпимее. Надо больше смотреть на наши объединяющие моменты, чем на разъединяющие моменты. Ну, ты сейчас взяла и политику многих стран зарубила. Ну, хотя бы вот так вот, мне не связано с политикой. Понимаешь, когда я сюда переехала, я хотела... У меня вообще очень много был интерес в этносе, национализме, и я хотела изучить диаспору русских, которая переехала в Черногорию. Я в Фейсбуке нашла группу Черногория, русские, 10 тысяч запулила туда такой пост. Я такая молодой научный работник. Хочу вас спросить, почему вы переехали? Зачем вы переехали? Как вы себя ощущаете? Какой национальности вы себя ощущаете? Мне там столько напихали, что я фейсбешница, что они уехали, чтобы их никто ни о чем не спрашивал, и я тут собираюсь про них все узнать. Но ответили 30 человек. И что меня удивило, большинство свою идентичность оценили как человек мира, человек Европы. То есть они не говорили, я русский или я русскоязычный, я украинец. Они говорили, что я человек мира. Они не чувствуют вот этой вот давящей на себя национальности, стереотипов, связанных с ней, мне кажется. Ну да. А кем вы себя ощущаете, вот интересно, по национальности? Потому что я тоже не могу сказать, что я русская. Я русскоязычная, но во мне намешаны и удмуртская, и чувашская кровь. Мне кажется, вообще в России вообще полно намешано разной крови. И вот так вот сказать, что я русский, ну в общем, может быть где-то отчасти. А что в тебе еще есть, кроме этих? Вон, если сдать вот эти тесты генетические, так там наберется. Да-да. Поэтому. Виноугры, тюрки, кого только у нас нет. И поэтому, я думаю, надо смотреть опять же, что нас обвиняет. Нас обвиняет паспорт российский, нас обвиняет язык. Мы, в принципе, все россияне. Да. Нас обвиняет общее информационное пространство. Но сейчас с интернетом, с глобализацией у нас больше общего, чем раздельного. В одежде, в питании и так далее. Можно вон пойти китайскую кухню поесть. Ну, не в Черногории ее тут нет. Вкусный ресторан есть. Невкусный. Такое было видео. Все, да, до свидания. Все, пока.